В эфире Москва Баку сегодня. Рассказываем о главных событиях дня. Официальный Баку проводит интенсивное укрепление Азербайджана-армянской госграницы. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Али в ходе своей поездки в Кельбаджар. Сейчас Минобороны и погранвойска Азербайджана создают всю необходимую приграничную инфраструктуру и воинские части вдоль всей границы. От Муравдага до реки Араз. И мы укрепляем эти границы. Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехребан Алиева совершили визит в освобожденные от оккупации районы Азербайджана Кельбаджар и Лачин, где ознакомились с ходом строительства дорог и тоннелей, а также посетили ряд объектов. Хронологию поездки на своей странице в Инстаграм опубликовала Мехребан Алиева. Дорогие соотечественники, наши поездки, освобожденные от оккупации районы, продолжаются. Сегодня мы побывали в Кельбаджарском и Лачинском районах. С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки. С глубоким уважением и любовью вашим Мехребан, говорится в публикации первой леди. Отметим, что президент Азербайджана во время поездки уже по традиции сам управлял автомобилем. В ходе поездки по регионам глава государства заложил фундамент тоннеля, строящегося на автодороге Кельбаджар-Лачин и фундамент международного аэропорта в Лачине. Также президент озвучил сроки сдачи в эксплуатацию аэропорта в Зангелане. В Зангелане тоже начались работы. Я лично заложил фундамент Зангеланского международного аэропорта. Зангеланский аэропорт, вероятно, будет введен в эксплуатацию в 2022 году. Затем глава Азербайджанской республики поднял государственный флаг Азербайджана в Кельбаджаре. Алиев отметил, что в результате военной операции азербайджанские земли были освобождены от многолетней оккупации. Президент подчеркнул, что освобождение Кельбаджара является историческим событием для всего народа. Вторая Карабахская война – историческая победа Азербайджана. Во многовековой истории Азербайджана подобной победы не было. Есть уже достаточно информации о войне. И я не хочу повторять. Ход войны всем известен. Просто сейчас нужно дать очень детальную и обширную информацию о войне и довоенном периоде в наших учебниках, научных трудах, статьях, книгах. Чтобы мы зафиксировали эту историю такой, какая она есть. Написали эту историю такой, какая она есть, чтобы грядущие поколения всегда ее знали и не забывали. Вместе с тем Ильхам Алиев заявил, что в Карабахе сейчас дан старт широкомасштабным восстановительным работам, в том числе в Кельбаджарском и Лачинском районах, а также в Восточно-Зангизурском регионе. Как отметил азербайджанский лидер, идет процесс прокладки дорог внутреннего значения протяженностью 700 километров. Я еще не говорю об основных междугородних дорогах. Об этих проектах предоставлена достаточная информация. Идет процесс прокладки 700 километров дорог, ведущих к нашим границам, и до наступления зимы будет проделано примерно 80 процентов этой работы. По его словам, дорога Кельбаджар-Лачин, естественно, тоже будет реконструирована на высоком уровне. Глава государства также напомнил о создании 14 экономических районов. Были созданы Карабахские и Восточно-Зангизурские экономические районы. Считаю, что это тоже очень правильный шаг. Он опирается на историю, в то же время нацелен в будущее. Потому что и Карабах, и Зангизур – наша историческая земля, земля наших предков. В Карабахском экономическом районе объединены все районы, относящиеся к Карабахскому региону. В Восточно-Зангизурском экономическом районе объединены районы, относящиеся к Восточному Зангизуру. А Западный Зангизур сейчас находится под контролем Армении. Но в результате создания Зангизурского коридора мы, конечно же, воспользуемся им и вернем своих граждан на земли их предков. Такие планы есть, и это естественно. По словам Ильхама Алиева, на нынешнем этапе основная задача – закрепиться на освобожденных территориях, а также постепенно возвращать вынужденных переселенцев на их земли. Постепенное возвращение на освобожденные территории бывших вынужденных переселенцев – это тоже задача, стоящая на повестке дня. Я уже говорю, что через несколько месяцев в Зангизурском районе разместится первая группа бывших переселенцев. В то же время выбраны пилотные села и в Агдамском, Джибраильском, Физулинском и Хаджавенском районах. Уже идут работы. Чтобы мы дали старт восстановлению этих сел и вернули туда граждан. Утвержден генеральный план города Агдам. В ближайшие месяцы планируется утвердить генеральные планы других городов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал автомобильных перевозчиков России присмотреться к транзитному потенциалу Карабаха. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил на встрече с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков. В Карабахе сейчас идет активная работа по восстановлению инфраструктуры, автодорог. Поэтому просьба присмотреться к этой перспективной территории. Она, по-моему, очевидно будет иметь экономическую выгоду. Также Сергей Лавров отметил важность российского участия в развитии ближайшего региона. Важно, чтобы экономическое развитие этой части нашего ближайшего соседства шло с активным российским участием. Напомним, что 11 января 2021 года президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении подписали в Москве совместное заявление о развитии Карабаха. Была создана трехсторонняя рабочая группа, которая занимается вопросами разблокирования транспортных коммуникаций в регионе. Дополним, что президент Азербайджана Ильхам Алиф неоднократно заявлял, что разблокировка транспортных коммуникаций на Южном Кавказе отвечает интересам Еревана и Баку, а также соседних стран, в том числе России и Ирана. Сегодня Азербайджан заявил о готовности оказать помощь в борьбе с пожарами в Израиле. Соответствующая публикация была размещена на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в Твиттере. С тревогой следим за разрушительными пожарами в Израиле. Азербайджан в случае необходимости готов оказать помощь в потушении пожаров, говорится в публикации. Сегодня же Министерство иностранных дел Израиля выразило благодарность МИД Азербайджана за помощь, предложенную в борьбе с пожарами. В публикации МИД Израиля в Твиттер говорится «Благодарим за солидарность и дружбу МИД Азербайджана. Большое спасибо». Напомним, что Азербайджан был в числе первых стран, кто пришел вместе с Россией на помощь Турции в борьбе с лесными пожарами. Несколько недель назад на юго-востоке страны возникли сильные пожары в гористой местности. В зону бедствия в общей сложности Азербайджан отправил более 700 специалистов по пожаротушению, вертолет МЧС, более 70 единиц спецтехники и кареты скорой помощи. Накануне азербайджанские спасатели и техника вернулись домой. Сегодня азербайджанские моряки отправились в иранский город Порт-Энзелин на Каспийском море, где примут участие в Кубке моря, который пройдет в рамках армейских игр «Армия-2021», которые пройдут с 22 августа по 4 сентября. Азербайджан на соревнованиях представляет сторожевые корабли G-122 и G-124 с экипажем в 66 человек. Азербайджанские военнослужащие в рамках армии 2021 примут участие в конкурсах «Танковый биатлон», «Мастера артиллерийского огня», «Армия культуры», которые пройдут в России и Казахстане. В этом году программа армейских международных игр предусматривает 34 международных конкурсов на территории 12 государств – России, Ирана, Китая, Казахстана, Катара, Сербии, Белоруссии, Индии, Алжира, Вьетнама, Узбекистана и Армении. Ранее в территориальных водах Азербайджана проводился морской конкурс «Кубок моря». Добавим, что в Стамбуле сегодня открылась 15-я международная выставка оборонной промышленности IDEF 2021. Мероприятие проходит при участии более тысячи компаний и предприятий из 50 стран мира. Азербайджанские предприятия продемонстрируют 133 наименования продукции, в том числе снайперские винтовки, автоматы, штурмовые пулеметы, гранатометы, беспилотники, минометы, боеприпасы различного калибра. Сегодня легендарному певцу и музыканту Муслиму Магомаеву исполнилось бы 79 лет. Азербайджанский и российский оперный и эстрадный исполнитель родился 17 августа 1942 года в Баку. Песни уникального баритона до сих пор популярны во всем мире. Каждый год у памятника великому певцу в Москве в сквере на пересечении Елисеевского и Вознесенского переулков напротив дома, где жил Магомаев, собираются родные, почитатели, коллеги таланта Магомаева. И с теплотой вспоминают его, поют его песни и приносят цветы. Этот год не стал исключением. Супруга Магомаева, Тамара Синявская в разговоре со съемочной группой «Москва-Баку» с любовью и теплотой вспоминала своего мужа. Я его просто не забываю. Он со мной ежедневно, ежесекундно, я уже говорила об этом. Как я могу вспоминать человека, который живет во мне сейчас? Да Баку все время находился в его сердце и постоянно в поле зрения, как он вспоминать. Он не вспоминал, он просто то же самое, как я живу, так сказать, ими. Он жил все время как бы наполовину. Ну, вы знаете, это знаменитое его выражение, что Азербайджан – это мой отец, а Россия – это моя мать. Вот у него так это и вышло на всю его жизнь. Как мы уже сообщали, 120 азербайджанских миротворцев совместно с турецкими военными продолжают следить за обеспечением безопасности аэропорта Кабула. Напомним, азербайджанские военнослужащие наряду с турецкими, британскими и американскими военными в рамках миротворческой миссии НАТО обеспечивают безопасность воздушной гавани Кабула в Афганистане, откуда отправляются рейсы с работниками посольств и дипломатических миссий. Сегодня Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео миротворцев, несущих службу в Кабульском международном аэропорту Афганистана, подписав, что общее состояние военнослужащих стабильное. Они продолжают выполнять задачи по обеспечению безопасности и обороны в закрепленном за ними секторе. Данам Майор, Билинг, Билинги, Билинги, Саввына, Нöвбендер, Сюмет Синюзер'ю, Брив командири, башни тематой, Сюепли. Алмин, Азербайджан! Суууу! Аслаб! Аслаб! Арам замикнттен, ошелдакшизнен! Ментамасла, Субтитры сделал DimaTorzok